Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Школа Рисования. Здесь легко научиться приемам и навыкам изобразительной грамоты каждому, кто чувствует в себе потребность в творчестве, каждому, кого влечет самостоятельная художественная деятельность. Дорогие друзья, мне кажется, что у нас метод обучения искусству рисования можно назвать условно авангардно-академическим. Академическим, потому что в основе все-таки лежит натурный принцип обучения на основе академического классического искусства. Авангардный, потому что мы с вами не чужды влияния новейших течений и новейших открытий в искусстве. И я хотела бы процитировать сейчас слова создателей Итальянской академии художеств братьев Карачи, в частности, Агастина Карачи. Он писал, «Кто стремится и хочет стать хорошим живописцем, тот пусть вооружится рисунком Рима, движением и святотенью венецианцев, и ломбардской сдержанностью колорита, манеру мощную возьмет от Микеланджело, от Тициана передачу натуры, чистоту и величие коррежиевого стиля и строгую уравновешенность Рафаэля, от Тибальди достоинства и основу, от Приматитчи ученость компоновки и немного грации пармеджанина». Вот девиз такой обучения искусству, серьезные ориентации на произведения великих, да, а начинать мы будем от всегда, как принято, от простого к сложному. И вот мы сегодня с вами будем рисовать ветку каштана, но засохшую ветку каштана, вот она передо мной. И мы сделаем сначала такой предварительный рисунок, на основе которого мы уже потом сделаем эту ветку акварелью. И я, как всегда, начинаю с композиции листа. Я беру простой лист бумаги, простые карандаши, вот хорошо заточенные, и начинаю искать композицию. Ну, ветка каштана, она... Сначала я ее изображала, эту ветку каштана, когда она не была еще высохшей, а потом уже писала акварелью. И вот посмотрите, я с чего начинаю. Во-первых, с общей композиции, направления веток, листьев, каштана. И таким образом мы, как бы, весь процесс с вами можем изучить. Определенное изменение состояние этой ветки каштана от живого, живой к высушенной уже, к засохшей. И вот мы с вами должны эти листочки изучить. Ну, можно посмотреть на эти листочки, они тоже находятся передо мной на столе, вот на палитре. Как их можно изображать? Значит, на первом этапе я нахожу композицию и определяю направление основных веточек и листьев. Вот. А потом я уже стараюсь детализировать, то есть прорисовывать какие-то отдельные элементы листьев. И посмотрите, что я буду делать тонально листья каштана по отношению к белому листу. Они будут серыми на белом фоне. Да? И, соответственно, потом зелеными на белом фоне, на светлом фоне. Вот такое решение тональное. Дальше я вот эти листочки определяю в положении в пространстве. Вот. Потом расположение цветочков. А потом я даю легкий тон. Вот. отрываю эти листочки от белого листа бумаги. А потом буду делать форму каждого листочка, который располагается ближе к нам. вот такой принцип. Это мы с вами делать уже умеем. Мы с вами рисовали кленовый листочек. А это теперь листочки каштана. Ну, здесь не так-то просто это все. на самом деле выявить глубину этих листочков, заострить характер. Вот я наметила в общий антураж такой контур. А потом я буду уточнять и прорисовывать форму. Ну, вот, допустим, если мы возьмем вот этот близлежащий листочек, то мы его вот так прорабатываем. можно взять карандаш помягче. то есть это ветка с дерева каштана. и вот таким образом мы каждый листочек один к другому придвигаем, как бы, да? И в итоге у нас должно получиться ветка каштана вот с этими цветками. Вот обратите внимание на то, как рисуются вот эти цветочки. Они там с характерными пятнышками. И здесь на фоне множество листочков. Вот как они изображаются. Нужно тоже зафиксировать. Ну, и если мы будем дальше прорабатывать, то у нас получится рисунок уже, который будет близок к завершению. Вот такой рисунок, который мы тоже с вами прорабатываем. Зачем нам нужна эта стадия в работе? Для того же, чтобы понять и почувствовать форму. Во-первых, характер листа, направление, мягкость, гибкость этих линий, очертаний. И вот такая свобода выражения в этих раскидистых, разлапистых листах. Ну, а после того, как мы нарисовали ветку каштана, мы с вами приступим к следующей работе. Это работе акварелью. Мы возьмем акварельный лист бумаги и, я думаю, после вот такого изучения натурного рисунка, с помощью рисунка формы листа, мы уже теперь цветом будем эту форму выявлять. Я делаю композицию. Смотрю уже вот на наш высохший каштан. И не всю ветку буду, а какую-то часть ее возьму. Вот нужно посмотреть, как сгруппировать эти листы, чтобы они эффектно смотрелись. Более плоскостная она композиция будет. Может быть, нам что-то здесь стоит убрать. вернее, не все листья нарисовать, а только те, которые необходимы. Для композиции необходимы листья мы будем рисовать. Вот как-то так я расположила эту веточку, а вот сами цветочки каштана, они у нас вот сюда пойдут. Вот в китайской живописи очень эффектно акварелью писали пионы и цветущие михуа. Вот, наверное, стоит посмотреть. Ну, сделала я такой эскиз предварительный, а теперь я возьму акварельные краски, кисти, которые бывают разной формы, бывают круглые, бывают плоские, овальные бывают, да, и разных размеров бывают кисти. Вот мы выберем кисти, которые, размер кисти, который нам здесь оптимален. и как всегда будем работать с палитрой тоже. Ну, нужно нам краски приготовить к работе, то есть немножко их смочить водой. А потом будем подбирать этот цвет зеленых листьев, так, как мы подбирали, когда писали с вами кленовые листочки. Вот смотрим, какой есть зеленый у нас здесь, да, и что, с чем можно смешать, и легко прокладываем здесь наш первый слой. Так вот, и здесь тоже. И сразу пытаемся этот характер листьев передавать в рисунке, оставить. белые наши цветочки можно оставить незакрашенными. для этого можно натереть воском эти места, можно заклеить на резиновом клее бумажечкой, а можно вот так просто не трогать это, не заливать акварелью, оставить. И вот так вот легко мы с вами поднимаем эту живопись. Учимся делать заливки. цветные. И, конечно, нужно выучить название красок, которые есть вот в наборе, чтобы понимать, какой оттенок, какой цвет они дают. Можно здесь с этими оттенками уже и работать. скажем, здесь такой более холодный фиолетовый оттенок, да? А здесь у нас более теплый. цветные. И этот цвет вот его изучать, изучать возможности цвета. вот вот что должен настоящий живописец и художник. Выразительные возможности цвета нужно изучать. мы с вами вот так вот осторожно подбираем эти цвета. можно в полную силу было сразу взять и методом аляприма мы тоже будем писать. но вот вам я советую для начала все-таки не торопиться. и я готова вот показывать как это нужно делать. Потом мы дальше опять поверху уже можно с прожилками эти листочки делать. теневые какие-то части выбирать. И по одному листочку вот уже прописывать. где-то здесь уже не бояться цвета. Не бояться цвета вот так вот усиливать. То есть набирать цвет и смотреть чтобы он был близок вот к тому цвету который есть в натуре у нас. ну я попытаюсь сейчас еще взять цвет одновременно вот этих жухлых уже мне хочется все активнее там нету такого активного поэтому надо его такие коричневатые какие-то жухлые тона вот этого каштана и веточки тоже мы должны это тоже тоненькой кисточкой примерно наметить как это пойдет опять-таки цвет можно искать всегда вот и нужно искать всегда и вот мы здесь наметим эти веточки одновременно одновременно прожилки здесь сделаем вот по-сырому даже полусухой кистью вот а потом будем дальше делать форму форму какой-то болотный даже вот оттенок взять и вот так вот убирая капли вот эти вот капли которые нам не нужны лишние смахивая мы ждем пока высыхает и пишем дальше и вот на какой-то стадии у нас с вами получается такой такая акварель который тоже можно еще уточнять здесь вы видите мы дали подсветочку фона и тени такие фиолетовые вот листья здесь жухлые и они конечно могут быть еще более тщательно прописаны вот но набрать цвет можно всегда то есть даже пролиссировать сделать более темными листочки и какие-то детали подчеркнуть уже и какие-то вот листочки и цветочки тоже здесь можно еще подчеркнуть ну вот такая лисировочная живопись и мы с вами пишем ветку каштана способом лисировок акварелью предварительно изучив форму листьев с помощью рисунка таким образом дорогие друзья сегодня в нашей школе рисования мы затронули новые темы способы приема изображения это очень важно для ваших первых шагов в искусстве ну а я прощаюсь с вами желаю вам творческих успехов до свидания до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...